Пилот молодежной программы СМП Рейсинг Ирина Сидоркова вышла в лидеры женского засчета испанской Формулы 4 по итогам третьего этапа, который состоялся в минувший уикенд на испанской трассе в Арагоне. В первых двух заездах россиянка финишировала на 12 и 11 местах в общей классификации. Финальную гонку этапа Сидоркова завершила на шестом месте, завоевала кубок в женском зачете и по сумме набранных очков вышла в его лидеры. Российское представительство Ниссана заметно снизило цены на флагманский кроссовер Мурана петербургской сборки. Базовая версия МИД с мотором 3.5 мощностью 249 лошадиных сил и передним приводом подешевела почти на 200 тысяч рублей и стоит теперь без малого 2 миллиона 300 тысяч. А самые внушительные скидки предложили для топовой гибридной модификации, которая подешевела почти на полмиллиона. Правда, речь тут идет о распродаже остатков. Гибридные Мурана в России больше не выпускаются. Рунет обсуждает проблемы кроссовера X-Ray Cross. Канал Lada Lovin опубликовал письмо начальника управления организации сервисного обслуживания Автоваза и список ВИН-кодов дефектных машин. В этом письме говорится о возможности несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Из эксплуатации автомобили следует отзывать немедленно, обзванивая владельцев по телефону. А это значит, что выявленный дефект угрожает безопасности. Ранее в интернете был опубликован ролик о лопнувших сварных швах на рулевом вале новенького с пробегом менее полутора тысяч километров X-Ray Cross. Возможно, именно срочностью вопроса объясняется то, что на сайтах Автоваза и Росстандарта сообщений пока нет.